Чтобы разобраться, почему микроэффекты выглядят именно таким образом, и как они соотносятся с ожидаемыми соотношениями, нужно освежить в памяти основы логлинейного анализа. Это можно сделать при помощи записей на моем сайте. Например, заходим в многомерный анализ соответствий, многомерно-логлинейный анализ. И среди первых видео, в видео 7 и 8, речь идет о том, как микроэффекты представлены в SPSS. Что такое константа в данном случае? Константа – это оценка частоты контрольного профиля. Контрольный профиль в нашем случае – это 3 тройки. X3, Y3, Z3. То есть можно подписать для лучшей визуализации. Получается вот таким образом. И все остальные профили, все остальные эффекты, они соотносятся с данным профилем. То есть, например, вот это число, 2,3, если взять от него экспоненту, показывает, что частота профиля, в котором X равен 3, Y равен 2, Z равен 3, частота этого профиля в 10 раз больше, чем частота контрольного профиля. Итак, все эффекты, обозначения всех эффектов виртуально достраиваются до полного набора. То есть, в данном случае, Y1 – это на самом деле X3, Y1, Z3 и так далее. И показывают эти эффекты во сколько раз частота того или иного профиля больше или меньше, чем частота контрольного профиля. Достроим. Вот что получается. Почему я здесь не вписал X? Мы ранее выяснили, что X у нас не связан с Y и Z, поэтому хоть X3, хоть X2, хоть X1 в данном случае влияния не будет. Раз нет влияния, то нет смысла его учитывать. Далее я покажу, что можно было бы и не учитывать его в самой процедуре GenLog. Итак, теперь мы можем более обоснованно проинтерпретировать микроэффекты.